Спонсор программы «Саратов сегодня» – рекламное агентство «Наше время в наших делах». Рекламное агентство «Наше время в наших делах». Мы – лидеры на рынке продвижения товаров и услуг в городе Балакова. К нам прислушиваются. Нас цитируют. Мы всегда на виду. А значит, о вас узнает весь регион. «Наше время в наших делах» – двигатель вашего бизнеса. Телефон 32-6197. Здравствуйте! Время новостей на телеканале «Саратов-24». Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. И вот о чём пойдёт речь. Новые транспортные развязки «Быть» в Пугачёве в ближайшее время построят дорогу по типу «Клевер». Показали, на что способны. Воспитанники школы искусств выступили на сцене старого тюза. Другой сцены у них просто нет. А смотри, как он высокий. Услышать советские песни и отправиться в прошлое можно в Театре юного зрителя. Там приготовили премьеру «Оруженосец Кашка» с подробностями Надежды Новикова. Что приготовила нам небесная канцелярия в четверг 29 апреля на святую Ирину, через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Работа составит 6,5 миллиардов рублей. Нет решения по проектированию. Если это решение будет, мы будем с вами работу вести по обходу? Или вы хотите начать с этих развязок, которые должны закольцевать на эту трассу, в том числе движение по сопутствующим магистралям? Да нет, я думаю, такой объект несложный. В принципе, равненная местность. Вынос коммуникации основной, но год за полтора мы его сделаем, поэтому разбивать его на этапы в смысле никакого не нужно. Дорожная развязка будет по типу «Клевер». Вячеслав Володин также отметил, что в этом году необходимо разработать проект новой объездной дороги и заняться выносом коммуникации. Приступать к строительным работам нужно не откладывая. Новый участок трассы пройдет в обход города, что позволит перенаправить поток транзитных автомобилей без заездов Пугачев. Ориентировочная протяженность новой дороги составит чуть больше 12 километров. Здесь также планируется строительство трех транспортных развязок на разных уровнях, чтобы исключить пересечение машин и увеличить пропускную способность дорог. Автомобилистов накажут рублем за резину. Новый штраф за неправильные шины могут ввести с 1 июня. Документ за претом использования шин не по сезону подготовили еще осенью, но он по-прежнему не подписан. Тем временем дорожники жалуются, что из автомобилистов, которые не меняют шины по сезону, им приходится восстанавливать дорожное полотно. И сумму называют приличную – от 60 до 220 миллиардов рублей. В нашей традиционной рубрике «АвтоХам» речь пойдет о другом – о нарушениях на дороге. Роман Базан изучил очередные ролики. За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые запоминающиеся. Александр Иванов просит автоинспекторов наказать лихача на внедорожнике. Регистратор заснял, как водитель «Мерседес» на Чернышевского рядом с фрегатом и бассейном совершил разворот на запрещающий сигнал светофора, да еще и на пешеходном переходе. Тот же автор снял еще одно нарушение на той же улице у кафе «Русь». Водитель «Лада Приора» с дагестанскими номерами разворачивается. По словам очевидца, двойной сплошной уже давно не видно, но сомневается, что такие маневры допускаются дорожными правилами. Телезритель Станислав заснял в одном из саратовских дворов «Фольксваген Поло», припаркованный на зеленой зоне. Все происходит у 10-го дома, что по улице Марины Росковой. Пересечение улиц Мичурина и Радищева. Наш помощник снял автохама с корострела. Одним махом три нарушения. Поворот налево с правого ряда, непредоставление преимущества при перестроении, остановка на пешеходном переходе. Номер автохама на ваших экранах. Вот он, летит, с***. Сейчас мы на посигнале, смотри. А, тварь ебаная, б***ь. Ленинский район, проспект Строителей. Направление в сторону с шестого квартала. Водитель белого седана Део Джентра подрезает Ниву нашего телезрителя. Торопился, торопился и в итоге далеко уехать. Не удалось, говорит очевидец. Ролики с нарушениями уже изучают автоинспекторы вместе с теми, что не попали в эфир. Так что спасибо всем телезрителям. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Он на ваших экранах. Давайте бороться с автохамами вместе. Саратовские выпускники присоединились к всероссийской акции. В областном институте развития образования прошли мастер-классы по сдаче ЕГЭ. В мероприятии приняли участие педагоги и школьники из разных городов нашего региона. Большинство, благодаря современным возможностям, смогли поделиться своим опытом дистанционно, онлайн. Эта традиционная акция, она в Саратовской области проводится уже на протяжении нескольких лет. Основная ее цель – снять волнение, стрессовую ситуацию с выпускников, которым предстоит в скором времени сдавать единый государственный экзамен. Задача реальная. И сдать его хорошо вполне возможно. А волноваться не нужно. На встречу пригласили и стобальников – выпускников, которые в прошлом году набрали максимальное количество баллов на экзаменах. Они поделились со старшеклассниками секретами подготовки к ЕГЭ. Мне хотелось бы посоветовать им, прежде всего, выбирать предмет, которому у них лежит душа. То есть, который им нравится, вызывает у них приятные чувства, интерес. Потому что любовь к изучаемому предмету – это залог успешной деятельности, высоких баллов. И, конечно же, дальнейших достижений. Акция «100 баллов для победы» успешно проводится уже седьмую весну. В этот раз она приурочена к объявленному в стране году науки и технологий. Кстати, запись обучающего мероприятия может посмотреть любой желающий школьник. Трансляцию разместят на сайте Минобраза. Показали, на что способные воспитанники школы искусств выступили на сцене старого тюза. Этот годовой концерт они подготовили со своими педагогами. И такое выступление для воспитанников очень важно, считают специалисты. Ведь своей сцены во многих школах искусств просто нет. Об этой проблеме уже рассказали депутату Госдумы. И он пообещал решить вопрос. Жанна Марченко знает подробности. Они поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах. Воспитанники школы искусств показывают все, чему научили за год. Традиционный отчетный концерт в старом тюзи собрал на одной сцене представителей самых разных творческих жанров. Это праздник для родителей и большой опыт для юных талантов. Это нужно для развития, чтобы было интереснее еще заниматься в дальнейшем. И чтобы больше детей, наверное, приходило в музыкальную школу. Мне кажется, что такие концерты нужно делать очень часто, чтобы набираться разного опыта. И чтобы потом можно было участвовать в более крупных мероприятиях. Чтобы человек как бы с самого начала привыкал к сцене. Своей сцены у этих ребят нет. В школе искусства имени Ковалева в юбилейном она просто не предусмотрена. Здание когда-то принадлежало детскому саду. Здесь, конечно, обустроили хореографический зал, но для концертных номеров эта площадка не годится. Потому что, когда ставишь танцевальный номер, массовый танцевальный номер, в зале я их выстраиваю, я начинаю ставить. Когда номер готов, когда он отработан, очень много нюансов, которых можно увидеть только из зрительного зала. О непростом учебном процессе педагоги и родители рассказали Николаю Панкову. И это не единственный коллектив, который обратился к депутату Госдумы с такой проблемой. К примеру, детскую музыкальную школу номер 19 посещают 240 детей. Но всем им приходится тесниться в небольших кабинетах на одном из этажей бывшего дома офицеров. И это помещение школа вынуждена арендовать. Занимаются все семь дней, потому что еле-еле умещаемся. В основном вторая смена, первая смена общеобразовательной школы, во вторую идут музыкальные. Поэтому такая плотная графика. Похожая проблема и у творческих детей поселка Занальный. По словам родителей, здесь почти на сотню воспитанников, всего один кабинет для занятий и зрительный зал в клубе «Парус». Решить проблему можно, переведя кружки в другое, более просторное здание. Такое есть неподалеку. Если сделать ремонт и провести коммуникации, получатся хорошие классы. Давайте делайте то, что есть сейчас по прямым контрактам. Дальше тендер разыгрывается. Какую помощь нужно, вместе окажу. С Александром Юрьевичем здесь будем контролировать. Делаем для детей. Самое главное, качественно было, чтобы уютно. Вам здесь вместе с нашими детьми жить, работать. Поэтому вот из этого надо сходить. По инициативе Николая Панкова скоро в здании начнутся ремонтные работы. Однако, по словам парламентария, в Волжском районе давно есть потребность и в новом большом здании для занятий и выступлений детей. Тогда коллективам не придется платить аренду и искать площадки для очередных репетиций концертов. Возможность построить такое учреждение у города есть. Жанна Марченко, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Привез показать своих котиков. В Саратове открылась выставка работ художника Васи Ложкина. Настоящее имя автора Алексей Куделин. Его картины можно узнать из сотен других. На многих из них изображены котики в хорошо всем известном авторском неповторимом стиле. Во главе выставки картина под названием «Живы будем, не помрем». Я полгода назад в Петербурге приобрел маску. Ну как, в угоду всем трендам. И вот я, когда эту маску надевал в общественном транспорте, на меня просто народ смотрел, радовался. Поэтому сейчас очень приятно было увидеть именно оригинал этой картинки, которая у меня на маске на принте. Очень классно увидеть те картинки, которые ты видишь. Ну, видя маленьких картиночек в интернете. Здесь огромные вот эти вот холсты, оригинальные. Очень здорово. Художник, как и его картины, в Саратове впервые. И поэтому Алексей пообщался с прессой. Он рассказал, что самой любимой картины у него нет, но ему приятно, когда людям нравится его творчество. Искусство не обязательно отображает реальность, оно еще и формирует его. Поэтому я-то как раз формирую реальность, а не отображаю. Поэтому в Саратов или там в Томске я побываю, меня это совершенно не волнует. Я рисую свой внутренний мир, а не внешний. Выставку можно будет посетить в одном из торговых центров города. Работать она будет до 16 мая. Впереди прогноз погоды от Александра Новохадского. Затем мы вернемся в студию и продолжим знакомить вас с новостями. Здравствуйте, новые соседи. Вот, пришла познакомиться. Здравствуйте, хозяева наши дети. А мы помогаем. Решили улучшить жилищные условия молодым. Бизнесмены, наверное. Да нет, нет, что вы. Просто мы 18 лет доверяем свои сбережения сельскохозяйственному кооперативу «Гарант Кредит». И теперь пожинаем плоды. Ваш «Гарант Кредит». Телефон 906-444. 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Здравствуйте. В четверг 29 апреля на Святую Ирину. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Днем до плюс 16, а ночью до плюс 2. В Саратове и Энгелесе тоже порывистый ветер. Температура днем до 14, а ночью до 5 выше 0. Атмосферное давление около 757 миллиметров в ртутную столба. В народе говорили, кукушка станет куковать, морозов больше не видать. А спонсор выпуска – общественно-политическая газета «Суть». Только важная и нужная информация. Всем добра, здоровья и терпения. До встречи. Общественно-политическая газета «Суть» – это ведущее издание города Балакова. Еженедельно мы выпускаем 22 тысячи экземпляров. Наш девиз – «Зри в корень», что позволяет уже 23 года входить в топ-5 изданий области. Газета «Суть» – это острота, независимость и востребованность. А еще здесь вы найдете купоны на скидки, частные объявления о покупке, продаже или вакансиях, интересные рекомендации медиков и много призовых конкурсов. Газета «Суть» – только важная и нужная информация. Разучили советские песни и научились стрелять из лука. Так, актеры театра юного зрителя готовились к премьере «Оруженосца Кашки». Кстати, эта постановка – последняя из пяти спектаклей, которые были подготовлены осенью прошлого года за закрытым занавесом и ждали встречи со зрителем. И теперь у артистов будет возможность наконец-то показать свою работу публике. Надежда Новикову одной из первых увидела новую постановку. Советские песни и пионерские галстуки – путешествие в прошлое можно совершить в Театре юного зрителя. Там поставили спектакль по книге Владислава Крапивина «Оруженосец Кашка». Режиссер Алексей Логачев работал в нашем тюзе последние пять лет. Сейчас он трудится в Нижнем Новгороде. Говорит ко всему, что ставил на саратовской сцене, он относится очень трогательно. А произведение Крапивина и вовсе самое любимое. Это любимая моя книжка с детских времен. Когда мне было 10 лет, мама подарила мне сборник рассказов и повестей Владислава Крапивина. Вот это произведение на меня очень сильно повлияло в свое время. Вообще в этом театре ставил только то, что в юности сильно повлияло на меня. Вот и «Оруженосец Кашка» – одна из таких книжек. Ольга Самохина прячет свои светлые косы под белую панаму. Актриса играет оруженосца Кашку. Ольга рассказывает, что для подготовки к роли достаточно было внимательно прочитать повесть. Я брала за основу произведение само, потому что оно очень трогательное. И Крапивин очень тонко и глубоко прописал. Там каждый персонаж очень здорово. Поэтому я, конечно, опиралась на произведение на само. «Оруженосец Кашка» – это история про дружбу двух мальчишек в летнем лагере. И хотя в декорациях и костюмах спектакля сохраняются все главные атрибуты пионерского советского детства, постановка будет интересна и современному поколению юных зрителей. Ведь она о вечных темах, о первой любви, о поиске друга и отношениях между детьми и взрослыми. А взрослые окунутся в ностальгию благодаря музыкальным паузам в спектакле. Спектакль «Оруженосец Кашка» в Театре юного зрителя посвятили памяти Владислава Крапивина. Писателя не стало в прошлом году. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Спортивная развлекательная площадка в подарок. В Иволгина открылся новый комплекс. Жители давно отмечали, что такого благоустройства им не хватает. Площадку оборудовали по последним стандартам. Она безопасна и рассчитана на детей и даже взрослых. Станислав Жижин оценил новую игровую зону. Звонкая музыка, детские голоса и воздушные шары. В микрорайоне Иволгина сегодня праздник. Здесь торжественно открыли новую детскую площадку. С современным инвентарем и покрытием. Спортивный игровой комплекс подарил саратовцам банк, который недавно открыл офис в областном центре. Банк – это не только деньги, это не только кредиты и не только вклады. В основном это люди. Это вкладчики, это сотрудники, это заемщики, это их дети. Поэтому любое решение, которое принимает банк, он принимает с достаточно высокой долей социальной ответственности. И открытие площадки – это яркий пример, когда мы действительно хотели сделать подарок жителям этого района. И мне кажется, нам это удалось. Новый игровой комплекс – это качели для детей и песочницы. Есть и спортивные элементы для взрослых. Такой площадки в микрорайоне местные жители не видели. Была детская площадка, но как на ней мало всего было. Одна горка, одни качельки. Такой еще не было площадки. Обычно однотипные какие-то. А это вот что-то новенькое, что-то необычное. Мало до великого. Могут даже взрослые там заниматься. Место для строительства площадки выбрали не случайно. В новом микрорайоне немало молодых семей с детьми. По словам руководства района, спортивно-игровой комплекс должен дать старт масштабному благоустройству всей территории. Спасибо вам всем огромное. Мы как администрация берем на себя обязательства не только эту площадку, но и развитие всего микрорайона взять под контроль. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что этот проект для вашего банка в нашем районе будет не последний. Новая площадка, по словам руководства банка, это не последний в областном центре социальный проект. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. Вы снимаете, мы показываем. В эфире рубрика «Мобильный репортер». Каждую неделю мы показываем кадры, которые на мобильные телефоны сняли вы. Присылать видео можно на нашу почту info-sobaka-saratov24.tv или размещайте в социальных сетях с хэштегом «Мобильный репортер Саратов». Что попало в объективы камер на этой неделе, смотрите прямо сейчас. Не прошло и года, как новая набережная в селе Ахмат Красноармейского района ушла под воду. Автор видео уточнил, что до прошлого года на месте руин был природный пляж. Однако после его благоустройства дорожку размыло талой водой. Был нормальный, чистый пляж. Сейчас взяли, все запоганили. Устроили перформанс на мусорке, чтобы привлечь внимание к проблеме. Идея Саратовского циркового коллектива «Лига артистов». Они показали свалку под окнами жилых домов на Жуковского. Мусор оттуда не вывозили полгода. А вот кадры из глубинки Саратовской области. Это поляне далеко от села Куриловка Новоузенского района. Там расцвели дикие тюльпаны. Этой красотой можно только любоваться. Срывать цветы запрещено. Огненный закат над городом. И сразу весь Саратов окрашен в кроваво-красный. В комментариях шутят, что пора вызывать пожарных. О главном к этому часу все. Ищите нас также в соцсетях. Мы есть и в Инстаграм. Я с вами прощаюсь. До встречи. Одежда ведущего предоставлена магазином Чепель. КОНЕЦ